А сейчас смотрите, что у нас будет. Мы то же самое, двоичное разложение числа 2007, получим, двигаясь не слева направо. Помните, я писал эти цифры как? Слева направо, правда? С той стороны начал, писал, 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 и только в конце дошел до этого. А сейчас будет наоборот. Я возьму число 2007 и найду все его разряды, если честно, это удаление. Давайте я буду каждый раз их подчеркивать. При помощи того самого приема, который сегодня мы использовали, когда обсуждали игру. Помните, три человека выходили, и я отгадал их числа, правда, в одном обозорился, который слишком большой был. Помните? Помните, отлично. Итак, на этот раз я буду играть сам с собой, как если бы было там загадано число 2007. Что у нас? Это число четное? Это число четное? Нет. Нет. Если нет, пишем единицу. Вот я ее уже отгадал. А дальше какое у меня было требование, ребята? Вычти единицу легко. Получается 2006. Раздели на два. Получаешь тысячу три. Число нечетное. Поэтому пишем один. Вычитаем единицу. Получаем число тысяча два. Делим на два. Получаем пятьсот один. Между прочим, вот они, разряды. Вот это в точности разряды, вот эти вот единицы, да? Получаем пятьсот один. Оно нечетное. Поэтому пишем единицу. Вычитаем из числа пятьсот один единицу. Получается пятьсот. Делим на двойку, получается двести пятьдесят. Число двести пятьдесят. Четное. Поэтому пишем ноль. Из двухсот пятьдесяти вычитать ноль одно удовольствие. Получается двести пятьдесят. Делим на двойку. Сколько получается в ответе? Сто двадцать пять. Число нечетное. Поэтому пишем единицу. Так, я не буду там писать по красивой панели, не будем ничего портить. Все-таки университет – это замечательное место. Вы ничего здесь портить не хотели. Итак, шестьдесят два делим на два, получаем тридцать один. Тридцать один – число нечетное. Поэтому я уже зашел вот до этой единицы. Тридцать один – вычитаю единицу, получаю число тридцать. Делю на два – получаю число пятнадцать. Пятнадцать – число нечетное. Это вот эта единица. Чего-то долго осталось. Вычитаю единицу, получаю сколько? Пятнадцать плюс один. Четырнадцать. Четырнадцать. Так, переношу сюда. Четырнадцать делю полам, получаю семь. Семь – число нечетное. Я разгадал вот этот вот знак, что это единица. Давайте уже до конца допишу. Вычитаю один, получаю шесть, делю на два. Получаю три. Три – число нечетное. Я разгадал вот эту единицу. Осталось совсем недолго. Конечно, можно было бы и сразу написать, что три – это один, но это не ладно уж. Три – минус один – это два. Два делить на два – это один. Один число нечетное. Я получил в последний знак двоичной записи. Обратите внимание. Самый важный знак я получил в самый последний момент. То есть, действительно, я сейчас шел с младших разрядов вплоть до старших. Смысл поняли? Да. Невозможно этому научиться вот так вот, как мы сейчас. Есть один простой способ. Надо взять самому какое-нибудь число, а лучше парочку чисел, и обоими изложенными способами разложить. Когда у вас получатся одинаковые ответы, это будет означать, что вы молодцы и все правильно. Если ответы будут разные, значит, вы что-то неправильно поняли, значит, что-то перепутали. На самом деле, я могу сказать вам так. На летней школе у нас примерно три недели заняло, чтобы школьники вашего возраста научились считать. Понимаете? Не переводить в двоичную систему, а считать. То есть, складывать, умножать, вычитать, делить. Считать в двоичной, в троичной, в 4, 5 и так далее. Выяснено, что за несколько недель вполне можно привыкнуть. Ну, на малом их хвате столько учебного времени, конечно, мы на это не потратим. Тем не менее, несколько раз в течение этого учебного года мы еще к этому вернемся. И, надеюсь, задача сложить числа в двоичной системе к концу учебного года будет для вас абсолютно легкой. Да и читать, надеюсь, научимся тоже. Спасибо.